Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero и сегодня будем пробовать на новом игроме набивать то самое количество киллов, которое считается довольно безумным в нашем матчмейкинг. То есть ни один формат джиггернаут в некотором плане, наверное, не сравнится, поскольку реально в джиггернауте даже такое количество киллов не так уж и просто сделать. А мы сегодня будем пробовать на том самом игроме, который недавно в нашей игре появился, а именно устройство, гиперскоростные снаряды, пробовать и стараться набивать большое количество киллов. То есть сегодня сдача наша, друзья, попытаться набить 100 киллов на новом игроме. Реально ли это, мы сегодня это вместе с вами выясним. Если что-то подобное, возможно, на канале интересно, друзья, видеть, то не забывайте поддерживать пальчиком вверх однозначно. Мы, кстати, загрузились на карту, на ночную борду, и, кстати, я уже вижу довольно много противников, и позиция, кстати, как по мне, очень даже неплохая. То есть наша база, получается, находится прямо на бровке, плюс центральная точка, которая открытая. Ну и левый фланг, конечно, можем периодически тоже поглядывать, занимать. Ну и будем стараться накидывать, друзья, урон. Если, кстати, тоже впервые на канале, не забывайте на канал подписываться, прожимать ваши колокольчики. Но если наберем хорошую активность, мне кажется, мы можем постараться вместе с вами даже сыграть, возможно, на рекорды. На рекорды в плане того, что сыграть без смертей и так далее. Потому что я не знаю, с чем наш сегодняшний бой закончился, но как минимум, если вы захотите, мы постараемся перебить тот самый рекорд, который у меня был на смоке с плодинчиком. Сегодня я предпочел взять всю же Ароса, друзья, тот самый шарик, который нам, возможно, в неком плане будет способствовать набивать дополнительные киллы. Поскольку, как вы понимаете, играть, допустим, с корпусом, ну, типа, плодинчика, конечно, не вариант. Поскольку вэрдрайв плодинчика предполагает за собой, что мы будем сближаться с противником на нашем игре, как вы понимаете. Сближаться не самый лучший вариант. Как у нас есть вэрдрайвик, давайте попробуем одного забрать. И, возможно, ну, второго, кстати, не разобрал, но хотя бы мы постарались, плюс себя лечим. То есть наш вэрдрайв еще способствует лечению нашей хпшечки. Заодно сегодня я использую также дрон гиперон, который нам позволит заодно ставить много минок. Возможно, закрепляться на определенной позиции, которая уже будет способствовать нам набивать как можно больше киллов. То есть, если я тут, конечно, простаю долго, то, скорее всего, мы накидаем довольно много с вами дополнительного урона. Плюс дополнительные киллы сделали. Ай-яй-яй, фриз, дружище, благо минки, фух. Разобрали. То есть, реально, сейчас минки меня попросту спасают. То есть, фриз, кстати, мне показал, что ли играет на спасатели, то ли гиперончики. Возможно, какой-то еще дрон, который я попросту не успел взымить. Наш шарик запускает хорошо по счету, друзья. 6-3. Кстати, получается, нам бы по-хорошему, конечно, не сыграть. Ай-яй-яй. Хантер, 20 киллов, кстати, друзья. За 2,5 минуты, ну, грубо говоря. Плюс мы там загрузились, конечно, времечку потеряли. Но пока неплохо. То есть, мне кажется, с такими результатами, таким темпом мы можем сегодня реально постараться, ну, если даже не 100, хотя бы 90-80 киллов однозначно вить. Посмотрим, насколько это круто выйдет, друзья. Если будет хорошая активность, мы постараемся, я думаю, что обратно вернуться к этому грамму. И, возможно, уже тоже сыграть более-менее на фокусе. И показать максимально эффективный результат. Ну, мне кажется, карта довольно неплохая вышла в плане выбора, да. Потому что на борде реально сейчас очень много можно прострелов делать. Плюс с мгновенно выстрелом, конечно, попадать. Особенно по тем баспикам, которые шотные. Даже с гипериончиком довольно быстренько можно уничтожать. Главное, меминки не забывать ставить. Наша задача сегодня, конечно, не в том плане, чтобы не погибнуть. Ну, хотя бы закрепляться на позиции, которая нам позволит реально реализовать наше устройство. Точку, наверное, все же зря попытался продержать вместе с нашими ребятами. И мне кажется, позиция, конечно, хороша с одной стороны. С другой стороны, очень много тут респов, которые, конечно, ближние бои мы не сможем переигрывать. Поэтому идеальный вариант, конечно, стрелять прямо по центру. Особенно ребята, которые перемещаются между домиками, которые только распятся. По которым просто мгновенно снаряд попадает. Если бы, конечно, наше бы нам не мешали, то, наверное, было бы все засчетно. Также мы можем право фланг. То есть у нас все, грубо говоря, точки простреливаются, которые пытаются противники. Оп, хорошо! 1800, но при этом, к сожалению, я не слю. Может быть, кстати, в следующий раз нам стоит даже предпочесть какой-нибудь дрон тот же Кризис, либо Кемпер. Вы напишите в комментариях, столько нам возможно экспериментировать в плане дронов. Мне кажется, гипериончик, как вариант, неплох. То есть у нас постоянно есть в запасе расходники, которые мы можем использовать, плюс минки дополнительные, которые мы можем ставить. Потому что, мне кажется, с большим количеством киллов и определенным ОП, за нами будет уже потихонечку выдвигаться. Как минимум уже два раза за нами вроде бы и Тесла выдвинулась, и Фризи, которые, к сожалению, конечно, в некоторых моментах сливают нас. Просто мы из-за этого вместе с вами начинаем терять время. Особенно, когда Треспи здесь на какой-то не самой комфортной зоне, которая не позволяет нам отыгрывать максимально эффективно. Шарик, конечно, но я сказал бы, что не самое идеальное, наверное, потому что вроде бы мы только лишь одного слили. Но при этом, конечно, нужно стараться как можно их чаще реализовать с другой стороны. Противников пока что не так много, но на одной зоне находится. То есть вроде бы точки, вроде бы формат контроль точек, но при этом, конечно, противник где-то находится один с одной стороны, второй занимает какую-то кемперку, третий прячется. Пока что ребята, конечно, прям, мне кажется, боятся выдвигаться, либо же просто заняли те зоны, с которых им просто отыгрывать. По точкам, друзья, 37 точек, но я боюсь, что мы можем, наверное, в этом матче быстро завершить, к сожалению. То есть нам, конечно, было бы хорошо сыграть полный матч, в котором, возможно, даже стоит пару точек отдать противничку. Возможно, стоит даже накидывать по противникам, которые не на точке, чтобы реально они хотя бы чуть-чуть позахватывали. Тем самым нам дадут возможность чуть-чуть увеличить то самое количество времени, которое будет сыграно по итогу нашего матча. Небольшой лаг, но, видишь, что это не критично. Давайте по шафтику, хорошая плюшечка залетела. И также ребятам передадим тот самый пред, который, возможно, в чате ребята ожидают от дня. Такс, но, если честно, не так много противников. Я вижу пока, что наши хотя бы точку права заняли. Это отличненько, это хорошо, но при этом этого недостаточно для того, чтобы нам не завершить быстро матч. То есть уже 43 точки, у противников лишь 8. И я боюсь, мне не хочется, конечно, завершать. В этом плане мне хочется все равно сыграть до самого конца, хоть мы там проиграли, но при этом 41 килл, друзья, уже 41. То есть у нас прошло, наверное, ну сколько, 6 минут матча, ну там с копеечкой. И при этом уже реально половину, наверное, количества киллов, которые я сегодня себе запланировал, мы набили. Урон, конечно, залетает неплохой. Главное, конечно, не забывать ДДшки прожимать, а то чего-то периодически без ДДшек. Стреляя по противничку. При этом, конечно, в этом плане наш дрон очень хорош, но главное об этом помнить и не забывать. Потому что расходники нам всегда доступны. Мы можем им пользоваться. По шафтикам, конечно, по легким танчикам довольно хорошо залетает. То есть те целые 3600 урона, которые позволяет даже и средний танк в некотором плане фаншотить. Но при этом, поскольку не все ребята глупые, не все ребята прожимают с РСПа ДДшечку, особенно когда против подобного устройства есть все же, нам приходится по рачку-тройку граммов выдавать противнику. Было бы, конечно, хорошо где-нибудь шарик зарить, поэтому, наверное, мы тут его выпускаем. Одного как минимум сливаем, второго сливаем и одного вроде бы шафти как раз успел разобрать по просто своим граммам. Ну, неплохо. Там даже, кстати, почти кого-то мы еще слили, но при этом парень был под неузивностью на РСПе, поэтому, к сожалению, шарик уже не наносил урон. Ну, пока, благо, команда против хотя бы что-то пытается. Хотя наши точки третью, наверное, все же захватят. Обнулили, по крайней мере, или нет. Нет, все точки уходят все же за противничком. Ну, вот я больше, наверное, пока что переживаю не за количество киллов, а все же за захваченные точки противника, потому что, ну, будет обидно сыграть реально там минут 10 матча, при этом показать какое-нибудь количество киллов по типу там, не знаю, 70-60 и понять, что попросту шансы были, но игроки нам не позволили игра целых 100 киллов сделать. Конечно, если бы ребята еще не мешали, еще и Риджи Сан-Овердрайвики, которые чуть ли меня не разобрало, благо мы все же можем за укрытие вернуться и будем стараться дальше накидывать урон. Слева, конечно, не самая приятная ситуация, когда появляются противнички, тем более они находятся ближе ко мне всего, и урон уже, конечно, по ним может залетать не самый хороший. Еще есть венцы, которые имеют, возможно, какие-нибудь статус-эффекты. У меня вроде бы эмутетик от пробития стоит, поэтому я, в принципе, от них могу быть не защищен. Давайте по центру накидываем. Шафтику, конечно, просто на ура залетает. То есть шафтики, паладинчики, которые на ДДшке просто погибают. У меня есть Оверка, друзья. Мы можем, в принципе, наверное, где-нибудь ее зарядить попробовать. Давайте по Хантеру понакидываем. И было бы неплохо, наверное, может быть, даже на левом фланге повторно попробовать шарик запустить. Главное, чтобы, конечно, чуть-чуть побольше игроков было, но с другой стороны ждать и искать идеальный момент, но не всегда тоже грамотно. Потому что реально мы можем так простоять попросту весь матч и найти той самой ситуации, которая нам позволит. Поэтому давайте прямо сейчас выпускаем, тем более фриз опасная штука. И, ну, меня, конечно, сливает Гаусс, которая оказалась за спиной еще с Увердрайем. К сожалению, не было бы фриза, возможно, бы Гаусса мы разобрали. Ну, ладненько. Благо, которые спеют еще не самые плохие, поэтому можем дальше продолжать набивать киллы. И шарик мы буквально там, наверное, также где-то максимум одного разобрали. То есть, пока что шарики, конечно, с моей стороны, не самые эффективные. Хотя шарики нам бы очень сильно помогли реализовать то самое количество киллов. 64 килла, друзья. Это очень хорошо. То есть, нам еще играть 5 минут. Мне кажется, мы пока что идем в очень хорошем темпе. То есть, каждые 5 минут примерно 33 килла. И по итогу где-то выходит, наверное, сотня. То есть, мы держимся реально в хорошем темпе, уверенно. Тут, конечно, с правого фланга ребята чуть-чуть пытаются атаковать. Неприятно, когда начинает сближаться с таким громом. Давайте на малом ОС покидаем Рисе. Было бы, конечно, хорошо все снаряды попадают. У меня еще и Нарк подключает Гаусс, который занял его позицию. Аккуратников. Фух. Увернулись. Но Рисе, к сожалению, сливает. Неудачно, конечно, мы пока что тут стоим. Ребята поняли, наверное, кого сливать. К чему как раз я и взял Гипперенчик. Потому что у нас есть дополнительно возможные аптечки, как можно чаще использовать. То есть, в случае кризиса того же, да, урон дополнительный. Но при этом, когда противник понимает, что нужно меня разобрать в первую очередь, то мне урон дополнительный в некоторых ситуациях просто не поможет. А вот аптечка, которая может спасать каждые 10 секунд, как вариантик, да. Главное об этом тоже не забывать и не врезаться и не застревать. Потому что такая зона, как бы, наверное, не рассчитана на большие корпуса, особенно которые пытаются под каким-то определенным градусом проехать. Так, Тесла опасная. Та самая Тесла, которая нас может слить. При этом хотя бы минка есть хорошая. Еще и скрытом сочно аппетитника загнали минкуя. Ну и дальше продолжаем накидывать. У меня практически накопился вердрайвик, который можно было бы реализовать. Тут, в целом, есть два противничка. Давайте вот так попробуем даже на вражескую базу, возможно, запустить. Либо же наш, если пролетит шарик или не пролетит. К сожалению, врезать. Ой, хорошо! Как же залетело сочно по противничку. Вот, конечно, мне нравится, когда так залетает. Очень даже уверенно. И сразу же несколько целей разбирает. Но гром, друзья, честно, настолько безумен в нашей игре, что я попросту играю на нем кайфу. Не знаю, выбили ли вы еще устройство на грома. Успели ли вы. Но, мне кажется, оно того стоит. Не знаю, сколько гром продержится долго в игре. Как вы знаете, очень часто пушки, которые довольно сильно им будут в нашей игре, по итогу появляются, возможно, в дальнейшем каких-нибудь челленджах. Возможно, в танкофондах. И по итогу, конечно, нерфятся. Поскольку большое количество, когда подобных устройств находятся в игре, оно не может находиться в том балансе, которое было изначально. Но пока что гром, я так понимаю, что все же не планируется добавляться в какие-нибудь челленджи, да и в контейнеры. Точнее, в танкофондик. Поэтому надеюсь, что лишь в контейнерах он останется. Потому что попросту раздав всем это устройство, либо если будет доступность его гораздо проще, то, скорее всего, грома подобного в плане баланса у нас уже и не будет. По крайней мере, с этим устройством. Возможно, другие устройства, которые у нас находятся в танкофонде, еще неким образом парочку неделек, будут актуальными, эффективными. Но если разработчики, заметьте о том, что игроки довольно часто используют их, и настолько они будут эффективны, то, конечно, ничего с этого хорошего у нас не выйдет, друзья. Вы, кстати, напишите, насколько грома реально будет у нас продолжительно в игре находиться в таком балансе, насколько реально долго наши разработчики будут держать в таком его балансе. Поскольку, ну, это очень жестко, максимально жестко. Реально, не каждый игрок в нашей игре набивает на пушки даже килов 50. В том случае, даже если играет на джаггернауте, иногда даже и сотни килов не бывает. В нашем случае мы пока что довольно хорошо играем. Переворачиваем даже одного противника, хорошо еще и сливаем. Шарики какие-то от меня сейчас, друзья, не самые удачные. С одной стороны, вроде бы, тороплюсь, использую как можно скорее, с другой стороны, наверное, нужно все же некую раскачку делать, чтобы она позволяла нам запускать шарик чуть-чуть выше, чем наш горизонт, поскольку во многих моментах вырезается шарик в какое-то препятствие, которое попросту его подрывает. 80, друзья, 2 килла. И нам еще игра 2 минутки. Сможем ли мы? Вот это, конечно, интересно будет, потому что реально за 2 минуты по 10 киллов, хотя бы по 10, уже будет хорошо, хоречка, разбираем отличник на 45%. В принципе, ввердрайв довольно очень быстро копится. То есть я, с одной стороны, вроде бы и тороплюсь их активировать, с другой стороны, они, на самом деле, очень быстро восстанавливаются, тем более с нашей той эффективностью, с нашим количеством киллов, которые мы делаем на карте, это, конечно, попросту потрясает. Давайте Твинцару забрать надо, друзья, потому что на сейчас, чувствую, меня могут разобрать. Благо, админка сработала. И наркода, один из лицом все же отключаю. Давайте по Тесле, которая, кстати, аптечку прожимает, тем более остается лишь один громик. Оп, хорошо, разобрали. И, наверное, по правой флангу тоже попытаемся накидывать. Отличненько. Ну-ка, 3-600, друзья, летает. Когда противник находится на Дэшке, под гиппериончиком. Ой-ой-ой-ой. Ну, реально, под каким-нибудь, друзья, кемпером, если ждете видеоролик с кемпером, чтобы мы сыграли на громе, возможно, также эффективно. Возможно, по большей части, просто обозревая пушечку и механику нашего кемпера, то напишите об этом в комментариях обязательно. Ну и поддержите, активность вашей тоже будет очень здрава для наших будущих видеороликов. Так, друзья, ну, было бы, конечно, хорошо шарик, наверное, запустить. Отличненько. Еще и хантера, которого обезвредили. Отлично. Но, твинс, который и кто там, фризи, которые рядом находятся. Благо, шариком, да, реально разобрали троих. Можно пытаться убегать. Давайте фризу быстренько накидывать. Тут где-то мои минки должны быть, которые должны меня сейвить. Надеюсь, что они все же тут будут. Да. Парачку тройку мин есть. Благо, еще фриз врезается. Но аптеки нет, друзья. Блин, хоречек, хоречек. Фух, разобрались. Шикарно. Две минки сработали. Вот минки, конечно, в этом случае очень хорошо сыграли свою роль. Да, хоть и урона дополнительного нет с этим дроном, но он, по крайней мере, доступен. То есть, это тот дрон, который доступен всем за покупку кристалли. И, как минимум, вы можете постараться, возможно, даже в случае, если вы уже владеете громом, повторить наши успехи. Ароса, друзья, гром с дроном Гипериончиком. И что у нас, друзья, по результатам? 43 точки было за нами. 5500 кристалликов и 97 киллов. Блин, чуть-чуть, друзья, не хватило. Чуть-чуть, прям 1700 очков. Но это просто безумно. То есть, против нас игрок, который имеет 900 очков, GSK 999 набрал в 2 раза меньше реально эффективности в плане набранных очков. Так, еще и киллов в 3 раза меньше. То есть, это, конечно, друзья, безумно. Максимально безумно. Вы не забудьте, друзья, в видеоролике поддержать пальчикомеров, потому что оно это просто что-то с чем-то. Я, честно, не представляю, сколько разработчики рассчитывали видеть подобного громом, в наших матчмейкинге, когда только придумывали механику. Но это реально что-то максимально безумное. Вы, кстати, друзья, поделитесь в комментариях, насколько вы часто встречаете подобного грома. Лично я не так часто встречаю, редко довольно встречается пока что. Как будет в дальнейшем, не знаю. Но, честно, против такого грома, конечно, играть очень сложно максимально. Понятно, что нужно сближаться, но в некоторых моментах попросту добраться до такого грома не так уж и просто. Не такая простая задача даже с резистом. Понятно, что на более закрытых картах это, в принципе, возможно сделать, друзья. Я на этом моменте потихонечку завершаю видеоролик, друзья. Не забывайте видеоролик однозначно поддержать пальчиком вверх. Если на этом видеоролике набираем просто безумно активность, не меньше 150 лайков, то мы вместе с вами что-нибудь еще интересное придумаем. Заодно напишите в комментариях, что бы хотели, возможно, еще увидеть с этим громом. Но если еще ждете видеоролик там, где мы сыграем с группой, то обязательно тоже об этом упомяните в комментариях. Ну и подпишитесь на канал, если впервые на канале. Прожмите колокольчик. С вами был Immortal Hero. Желаем хорошего дня и до скорых встреч.